Барбара Виллиерс – самая влиятельная из многочисленных фаворитка английского короля Карла II. По отцу – внучатая племянница Джорджа Виллиерса, герцога Бекингема. В 1670 году пожалована титулом графини Саутгемтовской и герцогени Кливленской. Ее с королем дети носили фамилию Фитцруй. От одного из них происходят герцоги Графтоны. Барбара была единственным ребенком Уильяма Виллиерса и богатой наследницы Мэри Беннинг. Смерть отца в 1640 году от ранений, полученных на войне, поставила ее с матерью на грань нищеты. Считалась редко красавицей, но отсутствие преданного не давало ей возможности удачно выйти замуж. По этой причине не привела к браку ее первое в 15 лет – любовь к Филиппу Стенхолу, который считается, наряду с королем, вероятным отцом ее старшей дочери Анны. 14 апреля 1659 года она была выдана замуж против воли за дипломата и математика Роджера Палмера. Барбара сблизилась с изгнанным королем в 1660 году, когда тот еще жил в Нидерландах. По возвращении в Лондон свою первую ночь во дворце любвеобильный монарх, как пишут его биографы, провел с миссис Палмер. По настоянию короля она заняла одно из первых мест в свете королевы. В 1663 году Барбара Палмер приняла католичество и стала ородием интриг французской дипломатии, направленных на распространение католичества при английском дворе. В ее лондонском особняке собирались противники первого министра и планировали совместные действия против этого могущественного поборника англиканства. Молодые честолюбивцы искали ее милости. Один из них, Генри Беннет, даже вошел в число доверенных советников короля. Отставку первого министра миссис Палмер восприняла как свой личный триумф. В 1674 году Палмер была вынуждена уступить неофициальный титул первой фаворитки, и после провала неоднократных попыток вернуть королевскую милость, удалилось в 1677 году почетное изгнание в Париж. К тому времени она была замужем за генералом Генри Филдингом, известным была Китой, которого она впоследствии преследовала по суду за двоеженство. Незадолго до смерти Карла II герцогиня Кливлинская вернулась в английскую столицу, где сблизилась с будущим герцогом Мальбора, который считается отцом ее младшей дочери. Барбора скончилась 9 октября 1709 года в возрасте 68 лет.